Здравствуйте, Смитрий. У нас сегодня, в Эдра Таше, мы уже второй терек проходим. Как далек страница? Как далек? Терек номер два. Так, телефон мы выключаем. Конечно, можно транслировать знакомым друзьям наши уроки напрямую, но всем там надо телефон безвлечать. Значит, как далек страница, мы начинаем. Любая глава начинается с кодек, с рел-ештем, с рел-эк-лалам Адамы, это уже проходили, я не буду повторять. Потому что каждая глава, это она немножко сама по себе. Мы хотим укрепить друг друга. Часто главы изучаются как отдельные демицы, как в субботу читают. Суббота обычно к концу, ближе к концу субботы, после Минхи или Харциначи читается очередная глава между Песовом и Шавотом. Все аж 15 еврея еще читают от Шавоты на Роша-Шана. То есть еще три круга. Всего шесть глав. Между Песовом и Шавотом есть шесть суббот. Когда Пес окончается, шесть суббот, так все у нас есть шесть. А до Роша-Шана еще может прокрутить криво. Понятно, да? Значит, мы начинаем сегодня второй церкви. Я радуюсь такому видимому прогрессу. Все-таки второй же церкви. Спросим, что вы тут учите? Хорошо, что лучше? Первый церкви. Второй церкви уже что-то сделал. Знаете, что позади целая глава. И второй церкви начинается со слов Радейну Акадош, о котором я уже немножко говорил. Он же Рады, он же Радью Данаси. Вот три названия, три имена в нашем народе. Рады, Радейну Акадош и Радью Данаси. Потому что имя его, когда он родился, было Еггага. Это потом он уже достиг такого необычального названия. Ну, он обращается просто к слову Рады в сеть. Так, когда говорится на улице Рады или что-то, это не значит, ты же обращаешься к этому человеку и думаешь, что он, допустим, Радин или знает, что он Радин. Ну, и так обращается. А Крадейна Акадош, то, что он имеет, это титул в Талмуде, больше никто. У нас есть очень большой человек, который учился в учениках, через поколение был, Рад называется. Рад. Это тоже не имя от рождения. Он называется Рад. Но он называется Рад. Рады это больше, чем Рад, потому что Рад это Рад вообще, как бы, а Рады это как бы мой Рад. То есть, каждый еврей, он называет Раду, мой Рад. Сейчас это стерто, сейчас говорится Раде, Рад, это все это должно. Но здесь очень точка была. И... Ну, Шер Адейна имеет такое звание. Радейна, наш Рад, все. Потому что Рад шел в поле с Рая. Рады это каждый говорит ему, мой Рад. Рад, а Рад просто уважительный такой подход. Больше нас нет, но только три человека получили такое. И мне вот, когда просто говорят, Раду, что знает о коме нет. И все это, значит, мы их там видим, с кем бы нас это делали. Договорится. Идет. Еще должен добавить, что точно важно здесь напомнить вам, что Рады, Радейна-Хадош, он редактор Мишни. Значит, Мишна была составлена, как я уже говорил вам, Раде-Мейером, но в виде такого достаточно сырого набора. То есть поле менее хорошо, но на 80-90 процессов. Надо было добавить, чтобы завершить каждый перец, чтобы углы все как-то закруглить. Первое, что надо было сделать. Во-вторых, надо было очень четко разделить все на Шиша, Седрея, Мишна, 6 разделов пустой торы. Вся тора на 6 разделов делится. Как тора пустая на 5, так тора пустая на 6. И каждый раздел, Седр называется, каждый Седр делится на Масехто. Масехто это трактат. Всего в Мишне 63 трактата. Так что в среднем, ну очень средний, это коллегица, в среднем 10-7 трактатов в каждом Седре. И все это выверено, все это точно, и все это взвешено. Почему, как, и так далее, и так далее. Так вот это все сделал Равей Макадош. И поскольку он сделал это так невероятно хорошо, то его название разум. Он был Иуда Анаси, он просто был Иосиф. Там 6-7 поколение после Гилеля. Причем по отцу все идет. Помните, Гилель, Шимон, потом Рабан Гамлиел, Абракен, потом Рабан Шимон Бен Гамлиел, потом Рабан Гамлиел и Дьявны, потом Рабан Шимон Бен Гамлиел, потом Рабин. Вот только три числа всех. Бен Ахарбен. Сын за сыном. Сын за отцом. Еще здесь нужное введение нам, чтобы понимать то, что мы читаем. Решение о том, чтобы Мишна была 6 разделов, она корень, конечно, самой корень. Не то, что Рабин придумал, что надо 6. Но он это все очень четко сформулировал. И так, чтобы до него и после него все, кто учили, все, кто смотрели, до сегодняшнего дня смотрят, видят, что это охватывает всю устную сторону наиболее удачным образом. Это не так просто. Не все отдают себе отчет, что Мишна это отобрано из примерно, и тут это был пример. Да, я не знаю точно. Я думаю, что даже никто не знает. Но я точно не знаю. Из примерно десятков-десятков тысяч Мишна-Йор. Под Мишной, вот смотрите, как у нас есть там. Сегодня мы, будем надеяться, изучим первую Мишну. Это первый отрывочек такой. Главы делятся на Мишною. Меньше, чем Мишна уже. Мишна это либо одна фраза, либо несколько фраз. Но это называется тема Мишна. Так, в нашей Мишне, о которой мы учим, 63 фрактата, это 618 глав и примерно 4500 Мишн. Мишна-Йор. Примерно. Главы я помню, что сегодня 17, но примерно по 8 глав в каждой главе, так вот это вам уже картина. 4500 Мишна-Йор. Но это все 4,5 тысячи, а таких было десятки тысяч. То есть надо было очень тщательно сюда вложить все, что знать как в систему аксиом, что если чего-то будет не хватать, то все будет плохо. Лишнее тоже не нужно. Меньше тоже нельзя. Нужно было так, чтобы из этих 63 фрактатов все выследовано. И все другие высказывания нашего учителя, это не вошли сюда, они как бы подкрепляют, но они, можно без них жить, и для того, чтобы понять законы жизни, достаточно то, что из Мишни. Не нам с вами понять, но для того, чтобы потом перспективно разработать все, достаточно то, что из Мишни. Все другие, которые называются, или Барайка, слово Бара, это значит Бар, на арамейском, это Худ, Мишни, Мишни. Как Барайка, это значит, лечка вне Мишни. То есть Мишна, кто не вошла сюда, под Мишной я введу Мишна, это как все, это называется Мишна, так каждый кусочек называется тоже Мишна. Поэтому я его, в основном, в этом числе называю Мишною, так просто. Потому что Мишна, это как бы 63 тракта, называется Мишна. А Мишною это маленький. Вот. Так Мишною, в который не вошли, называется Дарайцот. Там можно сказать, Дарайца, единственный человек. Это раз. И еще есть сборники, которые тоже... Дарайцот нет. Они разбросаны, но они в Сталмуде есть. Пусть Сталмуде вспоминает. Он говорит, что вот здесь Мишна, а вот из Дарайца между ними противоречия, надо понять почему. То есть Дарайца, это тоже уважительная вещь, это автор нашего Южителя. Но если есть противоречия между Мишна, из Мишною, между Маликой Мишною и Дарайцой, то тогда Мишна имеет преувеличение, потому что она уже впущена сюда, в США Сиграички. Есть еще сборники, может, чему вы сказали, сборники, которые собрали некоторый Дарайцот и добавили еще, и называется Тосеффа. Тосеффа, Сололиоси, то есть так называемое приложение к трактатам. То есть трактат, а можно еще приложить к нему тоже сборник такой, и это похоже очень на Мишну, но это мало, и это уже Тосеффа. То есть Тосеффа разбросана, а Тосеффа скумулирована, но она не Мишна. Это просто аппендикс, приложение, которое для изучающих, как в науке кто-то изучает, так он может эти Тосеффа изучать точно. То есть это все понятно? То есть тогда к чему все это рассказывают? Могли люди читать это из места? Или если у вас был вопрос, я бы рассказал, вы могли спросить, но я сказал, что не встречал. Где она вот в чем? Мы начинаем с 2-й терек, с высказания Раби, Раби и Накадёш. Больше мы не встретим, по крайней мере, здесь высказания там в 6-й терек, но в общем, как бы он больше теперь мы не встретим. Потому что он сам редактор этот, то есть он где он уже? здесь должны быть люди передо него будут подводить вещи. То есть если уже его высказали, то значит он уже посчитал необходимым, чтобы это было. его ученики Раби Хия и Раби и Башая, те самые только сердцы, собирали вместе. они как бы добавили своего имени, но это все равно считаете, что это он редактор и все так. Это высказание здесь, оно открывает не только главу, подводит итоги к первому тереку, к первой главе и задает, что он сейчас в следующем. Какие итоги? И, кстати, на этом закончатся фронологические. Так было все равно, что Машетки до Тарана Синай до Раби и Натадош мы дошли, до Вустой Тори. Потом будет уже нефронологический высказание, отдельный раз. Здесь он подводит итог и говорится. Первая глава говорит о том, как устроен мир. Раби Шимон Хасадик он и сказал, что Ашлаша дворим Ала Менет, Ала Тора, Ала Вода, Абдули Хасадик. Дальше наши спея говорили, как нужно обустроить жизнь. Асевер Харан, Нелик Афадер, Шер Дейтха, Дейт Патуах должен быть. Разные такие высказания сказали, как человек обустраивает свою жизнь. Но как он живет, там не сказали, там было сказали, как дом построить. Между домом и жизнью в доме есть все-таки разница. Правда? Он говорит так, вот нам уже построили дом, как еврейское общество должно быть выглядеть или нет. Основные моменты потому что это не в одной главе, терпея Боса, а вся Тора этому посвящена. Некая основа такая, как должно быть еврейское здание построено. А здесь какой жизнью путь будет? То есть отличается правда между зданием и образом жизни. Здравствуйте. Еще ничего? У нас есть место, бутылки. дождь. Дождь. Даже дождь. Отравы вовремя пришли, мы начинаем читать. Он начинает говорить теперь уже о не обустройстве жизни, а о пути к которым чем-то живете, о критериях этого пути, потому что, и это тоже важно, люди не только отличаются друг от друга, но это в области истории, в области еврейской жизни, люди совершенно по-разному себя ведут и должны себя вести, потому что у людей разный интерес. Например, один человек, и он ему нравится читать Танак, другому человеку нравится читать сборники Аласов. То есть людям, которые нравятся читать Аласов. Есть люди, которые любят читать Медрошин или Сепурин или Муса. Есть люди, которые любят изучать такие части Торы, которые относятся к мировоззрению, которые относятся к Тани, Митвот, то есть сути Митвот, почему, как и так далее. Разные люди, которые очень по-разному сидят. Есть такие, которые, их очень мало, которые все это как бы охватывают, но их очень мало. Есть такие, которые охватывают два, может быть, раздела, две категории. Как правило, люди с точки зрения интересов своих и стремления более-менее в одной категории находятся. Каждый в своей, как правило. Я повторяю, есть люди, которые много что-то. Например, Вильям Сегаон, Абериал из Вильна, вы не найдёте образ истории, в котором он бы и не сказал определённые свои веские слова и так далее. К сожалению, для нас, не для него, он говорил только намёком, писал. Или Жагаон, Арашей, ты и вот, буквы только. Или одно слово, или полслова, или, как если уже совсем, видимо, разошёлся, то два слова. То есть он уже не мог остановиться, не мог два слова. Причём он даже объяснил почему-то. Это практически у всех родственников. Есть кое-какие книги, где он больше пишет, но тоже всё, как какие-то лагантки. Он говорит так, в принципе, устная Тора нельзя писать. Устная Тора должна быть устной. Он говорит, но как передавать дальше, Арашей, надо же писать. Вот если любой личный значок, может быть причиной его гордость твоя, чтобы люди узнали, чтобы люди увидели, чтобы они оценили тебя. При этом нужно сдерживать себя всеми силами, чтобы коротко писать, максимально сдержанно и так далее. Это буква. Это не буква. И там смотри туда, смотри сюда. И этим решается много проблем, что 500 лет до него не могли разрешить. Потом пишет, смотри туда. Смотри сюда, смотри сюда. Потому что это не справочник. Смотри туда, это творческое решение, что оказывается решение этой проблемы, такой вот, лежит совершенно в другом месте. Это не ссылка справочная, знаете, там, цитата тебе пишет, это смотри книгу шмот, какой-то глава. Наоборот, смотри туда, никакой связи нет. Подумаешь, ты найдешь эту связь, и будет решение проблемы. И вот так, только так, смотри туда, смотри сюда. Я просто объяснил, чтобы быть скромным и так далее. Потому что это я сказал человеку, у которого нет области Торы, где он бы не сказал много-много веских слов своих. Скромно назвал его голову. Не он все. Я загадываю. Когда пошли его книги, стали публиковаться, и тогда весь мир в Рейске, который понимает, что это такая книга, стали видеть вот эти его сказания и слушать пошли, потому что люди ездили из многих стран, они поняли, что это уникальное время. Тогда, в отличие всего лишь для Гаона Николаевского, а не только его, что настолько уникальное мнение, что его надо сравнить с теми Гаонами, которые были после Талмуда. Был период несколько сотен лет после Талмуда. Там еще был небольшой период такой, знаете, подведения итогов, слово Шавура, слово мнение, не могли мнение сказать. А потом были Геоним. Их было там пять, семь, восемь человек, которые назывались Гаон, как Гай Гаон, Амрам Гаон, Саадия Гаон и так далее. У них вот настолько большой авторитет и уважение к ним, что они видели весь Талмуд, все законы, там Каббала, все что угодно в мире было, они все обладели этим. А потом, что дальше расчеплялось, они к кому уже не могли Гаон приписать. Так, через тысячу лет. Ну, почти реально, 900 лет, то, что между последним Гаоном и 13 Гаоном. Так, все увидели, что... А к нему это стало к нему. Потому что все видели, что они просто там знают. Знают это многими дочами. Не слишком много людей, которые много знают, но все-таки ни один, ни два, ни три, как говорит поговорка, но Альман Исраэль. Израиль – это не сирота, не сдавец. Всегда есть много чего. Умирает там, не сахам, есть другие. То есть, всегда есть много. Но такого, как он не было, там, до и после, именно по видению. Я вам дам примеры очень такие простые, они очень известные, расхожие. Может быть, вы слышали, тогда извиняюсь, если вы слышите там повторющее. Например, развод. В истории развод называется сефер-хритуд. Говорится, что если жена такая не подходит и прочее, нам дать ей сефер-хритуд. Ихрон – рассечение. То есть, брак разваливается, сефер-хритуд. Ну, каждый знает, что грейскую жизнь знает, что сегодня это называется детство. Более того, в Талмуде есть даже простат детей. Правильно? Все точно. Что это за слово «гет»? «Втория во мне», «Встанафия во мне». Откуда оно взялось? Почему это «гет» не было так? Должно же быть было где-нибудь в нашей истории. И в Талмуде есть рассказы, как Талмуд дает нам деткам. Есть такие аллюзии, есть такие представления у пророков, что все вышки разводятся с нами, надо нас берет к себе. Но есть такие явления развода. Поэтому надо было, чтобы слово «гет» уже появилось и где-нибудь. Прошло тысячу лет. Больше полторы тысячи лет. Видите, что он? Это просто «гет». Потому что не «гет»-то нас, а «буква гиммл» и «т» рядом не находится. То есть слово «гет» – это ультимативное слово, что это рядом не может быть. Так нужно увидеть весь стандарт. Он вам так сказал. Ну а вот как это? Не может быть. Первая реакция – это не может быть. Есть в Торе 300 тысяч бух. В стандартах есть еще сотни тысяч бух. Координации настолько произвольные и так далее, что должны встретиться гиммл и т.д. Должны были встретиться. И более того, даже если они не встретились. Так как это можно заметить на фоне миллионов букв? Я округляю. Нет миллионов букв, но в одной сторе 300-4 тысячи бух. Тем более в стандартах есть еще больше немножко. То есть где-то 700-800 тысяч бух. Ну чтобы увидишь, что там нет гиммл и т.д. Это там такой пример. Первая реакция – это не может быть. Не может быть. Не то, что стал проверять весь стандарт, но как-то раз, два и нет. Я думаю, что Боже сразу сказал, но почему нет? Нет, он сказал, что нет стандарт. Он сказал, что нет стандарт. И раз нет стандарт, то когда документ, что означает расхождение, они уже один из двумя буквами. Потому что эти две буквы являются символом, что рядом не находятся. Аминь. Нет другого объяснения. Потому что слово «нет» – «нет» в евре. Однако оно и есть. И в устной торе есть. И тракт от детей нет. Вмешнеет тракт от детей. Почему назвали это когда-то? Так сказать, в духовных… Кто это так сделал? Он сказал, что очевидно, потому что эти две буквы не находятся рядом. Это единственная комбинация, кто рядом не находится. То есть, если бы еще были такие, а почему не другая? Раз-то единственное, тогда это должно быть где. Ясно, да? Второе… Кто это придумал? Кто это придумал? А, нет. Кто это? Кто это придумал? Поскольку есть тракт от детей. Тракт от уже назывался детей? Да, да. Ну, он назывался на регион радио Киева, или, может быть, немножко раньше. Я думаю, что за регион радио Киева. Но на каком основании? То есть, хорошо. Допустим, радио Киева ты тоже видел, прекрасно. Мы не хотим бросить тени на кого. Это хочу сказать, чтобы никто не сказал. То есть, это значит, где-то было. И нас, может, он вытащил из небытия это. У него, если там много раз, да, на первом, много раз у него есть, опять же, у Вилли Судома есть много раз поправки к Талму. Они очень знамениты. Потому что, если не он, кто бы не разрешал предложить изменить буквы или что? Талму. Так что, все-таки, поколение за поколение. Ну, вот, по крайней мере, какие-то ошибки. Победитель Гаон говорит, что если уже поменять буквы там, чуть-чуть. Да? Ну, хорошо. Сказал. Кто находит манискрипт? Иерусалимского Солома. Кто не видел, кто не учил. Находишь и там это нет. Поскольку находят неизвестно где, или в городе Вильно, где он жил, то явно у него не было этого манискрипта. Он бы сказал бы тогда, что по тексту манискрипт, а он говорит, я вижу, что надо поменять. Кто находит манискрипт, где написано, что это вот тут, кто из ними не надо спить. То есть, теперь так нам быть. Если бы не он, мы бы оставили то, что есть. Потому что у нас нет оснований менять. Но поскольку он сказал, что тогда манискрипт вместе с ним, это доказательство, что нужно поменять. Понимаете? Технология такая. Если кто-то из нас скажет, мне кажется, лучше поменять, нельзя. То есть, если уже есть, то уже все. Поэтому, опять же, после него уже ничего не меняется, потому что если он смотрел, ничего больше не сказал, то нет. На этом основании. И последнее здесь. Тоже я не знаю, что впечатление на вас, что произведет. Но, значит, он сказал, что самый большой прокат в Талмуде – это прокат в расход. Вы скажете… Те, кто не знает кому-то, кто-то позвустречает, скажет, ну и что-то, можно посмотреть. Какой человек перелистает и увидит? Это не просто. Трактати Бракот – 64 листа. Трактати Балакама – 176. Трактати Шаббат – 157. Трактати там… Балабар – 176. Трактати Балакама – Балабиция – 119. Трактати Зофим – 136. Трактати Балакама – 176. А здесь – 64 листа. Он сказал, что самый большой прокат – так как это может быть. По булкам. Замерили потом. Оказалось, что это – самый большой прокат. Может так подумаешь, но поскольку он сидел, считал, не знаю – это не так..! Скорее что он считал, но не так как можно… Да, просто вот методом средства сегодня, да, вот это, как это называется, как это, копию можно сделать, сканировать, скорее всего, сканировать. Количество двух, количество двух. Листы содержали больше двух. Там будут, просто вы не имеете права не знать, там будут листы не стандартные, чтобы все одинаковые. Ну, так и здесь. Смотрите, у нас одна страница 100 сканиров, а другая страница больше намного. Нету закономерности. То есть, он должен сканировать количество пунктов во всем Талмуде. Это непросто. Это значит, листов Талмуде две с половиной тысячи, в каждом листе, я не знаю, я нагласиваю, не знаю, в каждом листе... Я бы думал, что в каждом листе две тысячи бут, все верно. Ну, все это тысячи уже, у нас маленькие, а вот. Нет, две тысячи это два миллиона бут, надо сканировать. В каждом листе трактат. То есть, это большая работа. Ну, хорошо, местор явно маленький у микро, но, в конце концов, трактатов в Талмуде тридцать девять. Уже было, по крайней мере, взять десять трактатов, на подозрение какое-то. И даже больше, чем десять, можно сказать. Десять, пятнадцать, и просто сканировать вместо мышцами. Вот, это я хотел сказать. О нем опыта? Тридцать девять трактатов было с прошлого губедра, а в мышне... Шестьдесят тысячи. Здесь просто, соответственно, ты можешь почитать. Двадцать четыре трактата не имеет Талмуда. Некоторые имеют Иерусалимскую Талмуд, некоторые не имеют ни кого-либо. Потому что, чтобы был трактат Талмуда, надо, чтобы наши учителя записали, решили, чтобы рядом с трактатами шли, нужно записать все рассуждения вокруг этого трактата. Но иногда им кажется, поскольку в Талмуде все абсолютно, в любом трактате обо всем говорится, то достаточно уже то, что есть. И все вопросы вот этого трактата, они уже обсуждены в других трактатах. То есть решение, что был бы специальный трактат, должно было быть принято. Возможно, тут я могу смело сказать, может быть, не очень успели, не очень хотели, чувствовал, что не надо уже, что так уже все есть, достаточно. Это было, соответственно, решение других людей. Редактор Талмуда Рад Аши и окончательный редактор, его назвали Радзина. То есть Рад, который тоже наш Рад. Это легко запомнить, когда было. 500-й год их новой эры, круглая дата. Возможно, плюс-минус нет, что оно принято считать в нашей истории 500-й год ровно. То есть в 500-м году ровно был отредактирован окончательно Талмуд. Мое мнение, что вот действительно некоторые трактаты Мишты, мне казалось, что и так это все разбросило достаточно. Потому что Талмуд, чтобы составить, точно так же, как и Мишту. Надо было свести воедино несколько миллионов искаженных в нашей истории. Оставить только главные, остальные убрать. Они, кстати, потеряны, у нас нет ничего. Отличие от бараньцев, естественно, у нас не потеряны. А Талмуд имеет миллионы, там нигде есть. А кто же был выбрать из тех миллионов только то, что нужно? И мне кажется, они видели, что достали, что больше не надо. Это же Талмуд и Седер. Вместе с Ивусалим. То есть это очень хорошо, вы стали все Талмудисты, ну, не так. Итак, мы читаем. Давайте. Такая дорога правильная, прямая. Такая вот, существует и такая дорога, которую должен выбрать человек. Иввор это иварер. Леврор, знаете, выбирать, выбор. Брират, выбор. Такая и такая дорога, которую может выбрать все человек. Должен выбрать. Коушеги. Так, чтобы вся она, вся эта дорога была. Тиферы для всех. Чтоб она была хорошей, красивой для того человека, который выполняет эти дороги. Коушеги. Такая ирина. Петифера, Кномина, Адам. И чтобы она красивой была в глазах других цветов. Другого человека. Брират, как я сказал, по прочтению. То есть, так, чтобы какой путь должен? Ты выбрал. Тебе это красиво. И чтоб другие, библия на тебя, видели, что тебе это тоже красиво. Тот. Дальше читаем. В ГГБ Загир в Митцва-Кала-Килафамура. И, выбрав эту дорогу, идя по ней, будь, пожалуйста, Загир, будь осторожен, будь щепетилен, будь внимателен. Митцва к Митцве, которая называется Митцва-Кала. Это словно клевка Митцве. Это такой, который легко выполнить. Или такой, который в себе не затрагивает, не включая все от траты денежной. Есть Митцва, которая, чтобы ее выполнить, ничего не надо. Например, ничего не надо делать, потому что ничего не потратить. Или даже, когда надо делать что-то, то не надо ничего купить. Например, нужно там не надо. По здоровью, конечно. Нет финансовые затраты на этот день. Спирата Омер. Спирата Омер. Спирата Омер – это не администраторы. Это мы сейчас. У нас спирата Омер есть. А спирата Омер – это был Омер. Я сказал, что там были усилия финансовые. Но все – правила курина. Как спирата Омер. Вот. И Беркат Амазон – это медиорайский. Он сказал, что человек сказал, что Беркат Амазон. Он не должен тратить деньги. Кто-то сказал, что он должен потратить пять минут или четыре минуты. Время – это деньги. Не важно, как стоит. Мало денег пока. А если не стоит? Что-то много. Но то, чтобы вызывать филин. Надо потратить деньги. Филин стоит 300-400 долларов. Это минимальная цена. Стоит примерно 1200-1500 шекелетов минимальная цена. А если филин стоит 2,3-4 тысячи шекелетов. Конечно, человек это покупает раз в жизни. Но все равно он должен потратить 3-4 тысячи шекелетов. Эта шмидца уже, может быть, дорогая. Который говорит – будь внимательнее к легкой лице, кто не стоит ничего. И человек вот из-за этого с ней относится легкомысно. А, подумаешь, что это значит. Потом я дам пример, который Рам-Там дал, что такое легкая лица. Но это потом немножко. Кедрохамура. То есть так же относиться к ней серьезно, как к серьезному цвету. Хамура – это обычно, в данном случае, я говорю, я дал предложение, это денежное. Второе предложение – это наказание. Это все знают, что шаббат. Шаббат – это весь человек нарушает шаббат. Это сознательное. Мы не говорим о просто нарушение, что он не заметил, забыл, нажал на кнопку. То есть он сознательно наплевает мне на субботу и так далее. И я знаю, в каком мире мы живем. Я знаю, конечно, в каком поколении мы живем. Но если они всерьез. О еврейском народе как в целом. То нарушение субботы – это очень большое дело. Мы тоже читаем, как Макошеш, который там собирал творос в субботу, как плохо кончилась эта история. То есть мы видим, что в ходе шаббата рядом с ними находятся большие наказания. Но это Митцвап Амурат тогда. Поэтому человеку и так – Митцвот, Шаббат, вносите всерьез, а в таким, как он, подумаешь, не всерьез. Ну, не буду держать, что Заши уже в напряжении вас. Рамбам дал следующий пример необычайно важный для нас. Что-то по Митцвап Амурат. Он говорит – Вашон Иврис, Вашон Атольевич. Ну, подумайте, Вашон Атольевич. Что такое Вашон Атольевич? Можно и теперь особенно, да? Все это в переводах, все по-русски можно читать, и по-аммитски, и на ком-митски, китайски. Что это за Митцвап Амурат? А как он далеко смотрел? Мы живем в поколении, когда знание Вашон Атольевич – это резкое дело. Потому что разговор на уровне 300 слов – это не Вашон Атольевич. Что надходишь? Ты открываешь в странах, ты понимаешь, что на письме. Там пару слов ты можешь не знать, потому что надо есть пару слов, которые… Вообще мало кто их знает. Но в целом надо читать свободно, надо понимать свободно. В глазах Рамбана. Это выживание как Митцва. Кова не в его глазах, а у людей. Потому что люди не знают. Подумаешь? И сегодня, самое удивительное, я слышу это в реалиях. Одно дело в комментарии Рамбана к Мишне. Он, кстати, сделал комментарии на всю Мишну. Соответственно, Петябла тоже. Одно дело в комментарии Рамбана. И другое дело, когда я слышу от нашей публики, от американской публики. И это Израильсиан тоже, который тоже ибриты не знает, естественно. Потому что как может Израильсиан знать ибриты, что никогда это не учишь? Он только говорить сможет. Говорить это не во что находишь. А что находишь, это понимать то, что здесь написано. Вот. Так подумаешь, и есть переводы. И теперь перевели в американские запись. Типа открою все, хорошие запись, ничего не станет. Но они уже до безумия дел доходят. Они реально просто все, что тогда можно, есть уже в английском переводе. Аббуд давно уже есть. Они уже иерусалинские, скоро закончат. Все есть по-английски. Все это самые такие обскюрные, самые такие книги, которые совершенно мало кому нужны. Ну, а только как коммерческие издатели. Просто какой-то богатый человек дает деньги, и хочется, ими напишут, и они переведут. Красиво переведут, хорошо переведут. Какую-то там сердиознейшую книгу, которые на иврите мало кто читает, а в английском то будет им интересно читать. Зачем это? Просто сотни, сотни, сотни книг на английском языке. Перевод не самые оригинальные книги, люди пишут по-английски, это пожалуйста. Но вот кодыш, там перевод Балатурин, комментарий Балатурин кто? Ясно, что Раши и Рамбан переведен со всеми нюансами несколько переводов. Раши, Рамбаны, Орахань, Севьякар уже. Все, что только хочешь из английского языка. Это то, что Рамбан сказал. А из того, что Рашина всегда знает язык. Вместо этого читает Салвитский. По-русски меньше, просто тоже есть уже немало, но нельзя сравнить. Там где-то в 50 раз больше. Рынок другой в конце концов. Деньги другие, рынок другой. Просто ужас. Так это страх, это очень непросто. Салвитский, когда они перевели, так они передали целый список. Нет, это они перевели на греческий. Первый раз вообще. На английский, когда они перевели, Ацкро, у меня дома есть, Акай. Я всем не согласен, у нас дома есть. Значит, когда они перевели, то сначала прямо эти Ацкомод там перевели всех, и Сарабанин, включая Играинский, и Агрицанский. Потому что была большая... Как это было Салвитский, Играинский? Несерьезное дело. Нельзя так. Или кто-то хочет учить Салвит. То есть он его учит как положено учить, а не по-английски читать, как некую светскую книгу, не таковую светскую. То есть это неоднозначно, это неочевидно точно. Они сделали это, но это не очевидно. Вот это здесь нам нужно говорить. Играинский, играинский, играинский. Играинский. Все помним, да? Теперь вы скажете, как может быть есть у тебя списки наград, и вы не знаете, сколько медалей вы давали за каждое лицо. Нет, потому что каждому человеку это индивидуально. Зависит кто, какие усилия должен подкатить. Или насколько он проникся, или насколько он хован от. У него было легкое лицо, условно, некое легкое лицо. Но он-то как следует хован от духовного чувства, с энтузиазмом сделал. А другое, какое-то весомое лицо, он, вы знаете, келяхарят, называется, лишь бы сделать. Так где ему больше награды на небе ждет? Конечно, это маленькое легкое лицо, потому что он весь горел энтузиазмом. Понимаете, да? Он же горит энтузиазмом. Так кто может мерить горение энтузиазма? Никто не может мерить. Соответственно, нужно быть осторожным, что ты не знаешь ничего. ВГД, Нехаше, ВГСЕ, ВМИЦВА, КЕНЕГАТ, СХАРА. Другой остальной, в области митвы любой, посмотри, эти линии выполнили. Посмотри, сравни, Нехаше, подсчитай, но здесь не считай, а сравни. ГФСЕ, ВМИЦВА, потерю, которая у тебя будет потеря, связанная с выполнением лицов. Каждая лицва, это потеря. В этом мире не бывает лицва без потери. Потому что любая лицва связана с действием, с усилием. Значит, время человек точно потеряет, даже с лицва в 5 секунд, он потеряет в 5 секунд, он должен быть осторожным, он должен быть подниманием, это не 5 секунд, это даже больше может быть. Это ГФСЕ, не говоря о том, что это деньги надо платить. Раз лицвот, надо платить деньги, потому что надо купить что-то, надо купить что-то, надо что-то. Ушхара, Сафаршила, показывает награда. Значит, ты потеряешь 300 секунд, подумай, какая награда. Ты потеряешь 5 минут, подумай, какая награда. То есть думай об этом. Ушхар АВЕРА, КИНЕГОТИВ СИДА. И посмотри, что эти АВЕРА, тут у нас в прошлый раз, кому-нибудь позапрошено, говорили, что такое АВЕРА, да? ХЭТ, это когда человек находится не там, где ему надо быть, по своему потенциалу, по всем возможным, по его истории, по его. Это самое легкое, как это. АВЕРА, это он не просто находится не там, он делает усилия, лавор, к тому месту, где не надо быть. Это больше, чем просто не быть. Я не нахожусь там, где не надо быть, это статика. Не очень хорошо, не замечательно. Но я еще делаю усилия и перехожу совсем уже там, где не надо быть. Это АВЕРА. Здесь еще больше, чем АВЕРА, но здесь ограничится ВЕРО. И, значит, вы говорите, Сафар АВЕРА. Значит, награда за то, что ты перейдешь там, где ты мне, куда не надо быть, и вытекает награду тебе, сэкономишь время, например. Выиграешь деньги. Да, потому что не купишь Визузу, не сделаешь это, не то, сделаешь. Будет тебе Сафар, ты да и гражданин, ты сэкономишь. Но ты наградаешь всегда, что ты потеряешь. Потеряешь то, что не будет визу, не будет визу, не будет визу, и так далее, и так далее. Шаббат позвонишь по телефону, к тому, что узнаешь новости, сэкономишь время себе. Ну, и все это такое, что Сафар АВЕРА нарушил Симфор. То есть, какое дело, сразу посмотришь, что ты выявил, что такое, и читаем дальше. Истакенбиш, что шаббат варин, в рамках выбора правильной дороги, тоже помни всегда о трех вещах. ВЕЙ НАТАБАЛИ ДЕЙ АВЕРА Опять словом АВЕРА И ты не сделаешь АВЕРА, или ты не попадешь в тебя АВЕРА. Это ДАМАЛИ МАЛА ЛУДХА И знай, что выше тебя, что выше человека. Помни это, выше человека, и эти три вещи, которые нас приведут к этому. Помни, АЙ НАТАБАЛИ ДЕЙ АТАБАЛИ ДЕЙ АВЕРА Что глаз видит, подожба руку видит. И ОЗЕРШО МАТЬ, ухо на небе слышно. И ХОЛ НАТАБАЛИ ДЕЙ АВЕРА И все дела человека записываются в файлы, как сегодня мы говорим в компьютерном мире. Созываются файлы, записываются все дела. То есть три вещи. Глаз, ухо и зафиг. То есть это три вещи, помогая человеку держаться там, где он есть. И можно еще лучше быть, но по крайней мере не опускаться. Потому что, когда он опустится, он подумает. Айнерва, ОЗЕШИНА, МАССИИ, НЕСТАВИН. Вот это, разумная кодошь, нам оставит такое наследие. Вернемся к началу. Здесь и сегодня послательство в Москве. Начинаем сначала. Такая дорога, которую должен человек выбрать. Так, чтобы вся она была красивая, правильная, хорошая для тех, кто выполняет ее, идет по этой дороге. И чтобы в глазах людей это тоже было бы хорошо. Человек может жить правильной жизнью, но в глазах людей это очень неправильно. Как может быть, в чем-то в жизни правильная, но в глазах людей. Например, ходит постоянно хмур. Конечно, можно сказать, что он живет правильной жизнью, но в глазах людей это уже не очень странно. Потому что он вечно ходит угрюмый, хмурый, с лицом дрожающим негативизм в отношении ко всему, начиная с его самого и ко всему личному. Пример, просто так. Настоятельно, что мы обратим внимание сразу? Вы промолчали, но я должен сказать. Вы столько много говорили сегодня о Нашанна Кодыш, что я уже призываю вас, которые вы все большие специалисты, Нашанна Кодыш. Посмотрите, вы должны перед мне задать сразу вопрос. Чисто грамматически. Что такое ОСЕРА? Это грамматически, а грамматически. Я тоже говорю о грамматике, не о содержании. ОСЕРА это ОСИМ ОТАК. А здесь единственный человек должен выбрать дорогу на ОСОТОТАК. А ОСЕРА это ОСИМ ОТАК. То есть, ОНАДАК КОЛШЕГИТЕСЕРА КЛОСИМ ОТАК. Так, чтобы эта дорога была ТЕСЕРА для тех, кто идет. Но здесь вопрос был, человек должен выбрать. Потому что, если он предупрежал, то ТЕСЕРА КЛОМИ НА АДАМ. То есть, нет множественного числа. Это не то, чтобы перешли на много людей. Поэтому, как это ОСЕРА? Вы поняли марафон? Да. Правда. Здесь же каждая, так сказать, буква взвешена. Все продумано. Поэтому, как можно сказать, что некая дорога жизненная, она хороша для тех, кто идет. Для тех, кто идет. Хорошо. Немножко число. И так же красиво в глазах людей, чтобы эти люди красиво выглядели в глазах людей. ТЕСЕРА КЛОМИ НА АДАМ. А ТЕСЕРА КЛОМИ НА АДАМ. Это значит, есть один человек, кто идет к этой дороге. Тогда не ОСЕРА должна была быть. Поэтому здесь мы скажем так, что то, что я вам сказал вначале, что все люди, они разные. Не только внешним видом, не только способностями, не только силой. Понятно, что все люди взрослые, понимаешь, что все люди разные. Но они по склонностям внутри Торы разные. Один, я говорю, любит Танах, другой любит узкие Торы, третий любит Голосок, как это перед УСА. И ни одна дорога нельзя сказать, что она плохая, неправильно, раз она в Торе, так она все хорошо, все годится. Так здесь, значит, получается, что если человек, который имеет даже не одну такую наклонность, а как бы две или больше, он один, но у него путей несколько есть. И тогда он является во множественном числе, как ОСИМ, ОТА. Он идет этими путями. Какими путями? Путями в одном человеке может быть и это, и это. То есть здесь на всякий случай нам говорится, что если даже вопрос подставлен, какой путь, который должен выбрать человек, а он говорит, ну я не могу выбрать путь, потому что я двумя путями хочу. Понимаете, да? Я хочу читать Голохот, и мне нравится читать Мусар. А как и быть? Если согласно такому практиковому пониманию первому, так получается, я обречен, потому что я никогда не могу выбрать какую-то толковую дорогу. Она должна быть тиферой, она должна быть гармонична мне. То есть нет, раз я пришел к вам, вы должны помочь мне в этих двух путей выбрать один. Но в области тоже, я думаю, что это тоже нет. Разве мы ответили, где-нибудь у меня сутки. Ну как? Ну я вот Робейн-Автодор сказал, что нужно одной дорогой идти, как с помощью маленького Юда здесь она все поставила на место. Дорога одна. На нам у тебя имеется несколько дорог. И ты будешь как несколько исполнителей. Ты в роли чтения Торы Танаха это один исполнитель, ты в роли чтения Голосот это другой исполнитель. То есть это есть ты. Но у тебя разные пути. Внутри Торы все хорошие. Могут быть. Вне Торы конечно не все хорошие. Внутри Торы все. И поэтому никогда нельзя чтобы человек думал что если я делаю внутри Торы живу и другими таковым все учат Талмуд. Это же болезнь всего в определенных кругах. Все изучают Талмуд. Талмуд надо изучать всем кто хочет немножко знать что такое Торы. Но один может и должен изучать 10 часов в день. Я для простоты говорю что у всех есть полный день изучать. 6 лет полный дня надо соответственно изучать. Один 10 часов а другому достаточно чай изучать Тормуд. Потому что у него внутренняя есть полность и другие. Такой чтобы иметь успех и радость и прочее изучение Торы и знания лучше он будет больше Талмуд знать если он будет изучать один чай в день. Потому что он будет радоваться при изучении других вещей. Поэтому он будет исходя из радости изучать Талмуд чай в день. А другому наоборот служит. Понимаете вот этот тонкий момент вы сегодня я вижу картинку в том что все как один как встали все одно и то же. Там разночтение 15 минут в некоторых либеральных странах разрешают вечером немножко учить то что хочешь раз в неделю где-то учить что хочешь сверх время ночью когда человек уже спать должен падает и говорит можешь учить что хочешь но 12-15 часов в день одно и то что надо учить это не царь не потому что помочь не дай его плохо а потому что душа у человека склонна к другим вещам фитория не только не только не только но и дыра всегда может включать либо одну дорогу если хочешь либо несколько и тогда это становится очень очень хорошо и поэтому здесь выбрана тиферет а не например так здесь выбрано слово тиферет а два же подчеркнуто тиферет это проявление всевышнего в мире такое когда мы можем почувствовать он создал все правильно гармония взаимная помощь взаимную помощь явление ценность все называется тиферет и она как все уже каббалисты собрались как все знают как эти сферы нарисованы так все полностью тиферет посередине тиферет значит круг кружочек написано тиферет в этих десять сферах то есть это некая середина в себе содержит качество всех балансирует их взвешено правильно все так вот все гармония полностью гармонично правильно и все так вот дорога должна быть гармоничной для человека не просто хорош потому что не понятно что например в области торы все хорошо что человек лучше а не все ему подходит не все для него гармонично и так же в области нет торы то же самое то есть правильная дорога должна чтобы радость была чтобы гармонично было правильно без насилия без того чтобы за уши подлесить потолку и ждать сколько боли и все такое так это не путь торы 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 это должно быть радостью и с удовольствием труд должен быть но труд радостный на ливане на кушетке трудиться надо давно но труд должно быть радость так поэтому ты почем кефер не просто хорошо потому что хорошо воду святой нет неприменимо все хорошо и кефер это значит что твоя дорога когда ты идешь она удачный пример теперь в чем удачный пример ты изучаешь полную и ты изучаешь молоко я смотри на тебя вижу как удачный видно что с радостью живешь и с удовольствием все я тоже это буду изучать ошибку да потому что я может совсем иначе я просто вижу что тебя я должен взять на вооружение и подумать а что мне будет возвращаться к началу тефер и тефер и люди видят что это тефер возвращаются к началу и делают тефер и точно так же это же можно понять еще тоже пишут тефер что не надо они говорят так что человек идет каким-то своим путем это ему тефер он увидит что другой человек не идет этим путем как я так так он думает что он думает первым что думает он думает если он не идет каким-то путем а я знаю что мой путь это тефер удовольствие и все такое он неправильно делает хотя бы знаешь что мой путь хороший а он его путь неправильный как он говорит тефер что ты должен научить себя получать удовольствие от того что другие люди тоже идут хорошей дорогой нет высший высокий класс правда сегодня все кто смотрит только так что если ты не идешь моим путем ты уже в лучшем случае полуприступ а на самом деле почти только потому что не идешь стоя моим путем а здесь говорится площадь и сердце у меня должно быть ощущение что я это нормально это здоровое ощущение но и довольствие что и ты идешь хорошенько все не мои но хорошие тоже довольствие эту дорогу надо выбирать теперь уже одно это ощущение этой дороги ну вот на этой хорошей ноте можно я спрошу пожалуйста я не могу сказать что я не могу сказать что написано что в церковь не а не так же как шахаризм не а то что это не 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 а не не а не не а не 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 а а почему он шахар не не на уровне не был почувствов он не был получения при учеников помощь Он получил с неба. Ицхак был первым человеком, кто был учеником, потому что его учитель был Авраам. Поэтому получение Торы, празднование Торы связано с ним, что он только получил Тору. И ещё он должен был некое совершенство себе выработать. И мы знаем, что он единственный из трёх авторов, который никогда не был в мире Эр-Сихреев. Ицхак всегда был. А Тора всегда связано с Торой, как тени. То есть это всё связано с ним. То есть Яков, то есть Яков, он, его, значит, качества были таковы, что он ушёл в жизни. То есть он показал нам, зная, что он будет с вами в Голылке, он показал нам, что такое Голылка. Абрам никогда не был в Голылке. Абрам вышел, пока он не был в Голылке, я был в Голылке через человека. Вышел, пришёл сюда, ставил возможность в Голылке. Но он зашёл в Египет и тут же вернулся. Он никогда не жил ничего ничего. Ицхак не был в Голылке, потому что вы просто говорите. Но надо было нам оставить в Шоре, что такое Голылка. Первый, кто-то сделал, укрёх, это был Яков. Пошёл в Египет. Потому что, не знаете, не хотел. Потому что Вышли не сказал. До этого я жил 22 года у Лавана. Тоже не хотел, но через Риску, которая имела качество пророчества, что не был в стадии, иди к Лавану. То есть Алти-Гадибур, как у нас в Голылке с вами говорили. Анух, Алти-Гадибур. То есть насилие было сделано Диакон, посолский ручка. И он заложил возможность попасть в Гавуд и выяснить его. Теперь это ищи имена, это ищи Гавуд, ищи Лаева, ищи Коша, и прочее прочее. Суккот в дуялой крыше — это непосенция Луны. И в Зогае называется крыша суккотов, как она нигде не годнута, что имена. То есть суккот, суккот в дуялой крыше — это символ доверия Вселенной. Нет крыши над головой, но я ему доверяю. Мы там живем и с кем же суккотом? Где он доверен? Это как и символ доверия. Это Иоакон. Ему верено было идти в голову сюда, сюда. Верено, где он вселенной. Это символового города. Поэтому суккотом можно, так сказать, сказать. Но я повторяю, что это слава. Я сказал, что это слава. Но дрошок тоже можно назвать. Дрошок не требует... Да, дрошок не требует охоза. Все это не дрошок. Красавка собли молока. Минимально требует дрошок. Что вы слышите. Говорите, говорите. Если вы сняли ахимейными, то любая... А вы слышите, наверное, сорт, но есть и ахимейская. Но если это не несет ахимей, то любая дроша, так сказать. Людям нравится. Писер это добре, ага. И Писер его поменялся. Людям, ему сам нравится водорожка. И людям нравится водорожка. Это минимальное требование речи. Деврейтора, которого человек на празднике, на годе, на день он провел. Ну, хорошо, видел, хорошо. Ахимейный, минесный такой. Слава Богу, все хорошо. Это славно. То, что я говорю, это славно. Шоколидненько через это. Нет? Автоматически, потому что обрам установлено. Да, понятно. Как раз мы сделали это. Вот это сделали. Я говорил, я только сказал про ночь. Но это не единственное сразу, почему получили теорию. Не единственное. Все, что я говорю, тоже очень рыцарь. Я просто сказал, что мечтаю, я хотел вам показать, как это можно. Но я лично не чувствую силы. Это был очень хорошо. Он просто демонстрировал пример, какое выступление для себя было. Но я рожден R Smartで. Они будут одну искусству за него сões. Р steadfastа сборов. И выжили за delve後. Я все думаю, что это было. Так я и я ,хинь был вам, об этом демонстрировал. Субтитры сделал DimaTorzok